В завершении классика, господа. Это сами знаете что, и сами знаете зачем. Гениальное и в то же время супер простое изобретение спиннер. Это просто подшипник, вокруг которого разместили пластиковые лопасти, и благодаря такой конструкции он вращается и создает залипательный эффект. Ой, помню то недавнее время, когда эти спиннеры были буквально у каждого первого во дворе, и все ходили хвастались формами и цветами. Ну, собственно, хотите вспомнить эти чумовые штучки? Заказывайте! Эта трубка способна творить чудеса. Не-не-не, мыльные пузыри – это не такие уж и чудеса. А вот если в пузырь запустить немного дыма, это уже другой разговор. А если смочить руки мыльной водой, то над ним можно и поиздеваться, потыкать пальцем или еще чего. Обалдеть, ты видел это? Он легче воды. А как он красиво лопается. Ох, дым буквально растворяется в воздухе. Я бы смотрел на это вечно. Кстати, в один из моментов, когда дым стелется по воде, можно увидеть смайл. Эта маска Нуб Сайбот. С ней можно легко скопировать всеми известного персонажа из Mortal Kombat, если костюм подходящий сможешь найти. Я небольшой фанат этой игры, но в детстве я обожал в нее рубиться. Внешне очень похоже на оригинал. Даже свечение предусмотрели. С правой стороны есть небольшой проводок к аккумулятору, работающему от пары батареек. На голове держится за счет резинки, она регулируется. Поначалу маска может быть великовата, но немного подрезав резиночку, все встает на свои места. Если думаешь, что видел все в мире игрушек, то спешу тебя огорчить. В поисках очередного интересного товара я нашел радиоуправляемую Ниву. И это не просто очередная машинка на радиоуправлении. Это что-то большее. Модель нужно собрать. Для этого в комплекте есть все детальки и шестеренки. Будь готов к тому, что это отнимет немало нервов и времени, но зато какой результат. Это же копия настоящей советской ласточки, которая считалась весьма престижным автомобилем в те времена. Хочешь заколхозить свой айфон? Могу предложить тебе подсветку для динамика. Свечение зависит от продолжительности звука и тональности. Если раньше тебе не приходилось разбирать свой телефон, то советую предварительно посмотреть гайд по разборке, а только потом что-то делать. Устанавливается нетрудно и на удивление работает. Но чтобы все стало как надо, придется убирать сеточку. И после этого твой айфон начнет напоминать телефон модной чекули из 2010 года. Вроде это было модно, цеплять стразики и всякие наклеечки. А это гидрофобный песок. Это такая разновидность песка, который не намокает. То есть, когда ты его опускаешь в воду, он кажется тебе плотным, и можно даже скомкать его, но как только он выходит из воды, то сразу становится сыпучим, сухим. Вот и все волшебство. Самая сложность заключается в том, чтобы его потом собрать, так как он плавает на поверхности. Песок, конечно, интересен для проведения разных опытов, однако он чрезвычайно быстро надоедает. Заказов полно, всем нравится, но только не мне. Это контроллер для координации умных гаджетов, если по-взрослому это пульт, который заменяет все пульты. Работает он на трех батарейках и коннектится к устройствам, которые поддерживают технологию Bluetooth, Wi-Fi и работают с инфракрасными датчиками. Все управление осуществляется с помощью поворотов и прикосновений к сенсорной панели. С его помощью можно менять яркость освещения, переключать каналы. Корпус контроллера водоустойчив и может меняться, нужно лишь купить новую оболочку. А это интересная миниатюрная зубная щетка на палец. Одну взял для племянницы. Ворсинки очень мягкие, но как только я начал водить пальцем со щеткой по зубам, племяшка кусала меня за палец. Ну, видимо, десенки чешутся. Поэтому если и чистим ею, то быстро-быстро. Может, немного подрастет, проще будет. Зато когда ей даю, она надевает себе ее на палец и уж его-то не кусает. Хитрюга. Вторую брал для кота. Тоже, кстати, вариант. Первое время котейка не понимал, что я с ним делаю, а теперь аж сам приходит и трется об меня зубами. Наверное, просит, чтобы я их почистил. Помнишь, в детстве была поговорка «Наши руки не для скуки»? Вот и я об этом вспомнил, когда ко мне пришла с Алика эта оплетка на руль. Сразу скажу, я видел, что это простая кожаная лента с нитками и цыганской иголкой. Но ее так сложно менять, что я тысячу раз пожалел, что решил этим заняться. Ведь сделать все без пузырей и складок просто из области фантастики. Но если ты не боишься наборов, сделай сам, то можешь попробовать обновить руль. Удачи тебе! А это дрифт-трайк. Трехколесное транспортное средство, предназначенное для езды боком по небольшим площадкам. Если крутить педали, то можно разогнаться максимум до 25 км в час. Это очень маленькая скорость. Для того, чтобы совершать захватывающие трюки, нужно разгоняться до 60 км в час. Многие дрифт-трайкеры на специальной трассе для дрифта проделывают на этом велосипеде своеобразные движения в виде змеек или заваливаются навык. Это, конечно, опасно, но оно стоит того. Принимай участие в конкурсе и выиграй вот этот смартфон абсолютно бесплатно! С тебя лайк, подписка, колокольчик и пара комментариев для того, чтобы рандомайзер смог выбрать именно тебя. И как только мы наскребем 20 тысяч лайков, я объявлю победителя в ближайшую пятницу. Всем удачи, а хейтерам привет! Субтитры подогнал «Симон»!